ВЕРСАЛЬСКИЙ ДОГОВОР Установленный перед двором Маринбурга. После 1920 года эта местность являлась районом управления Западной и Восточной Пруссии. Маринберт – одно из старейших строений ордена. С 1772 года здесь было место расположения всего правления Восточной Пруссии. Замок служил резиденцией пармезанского епископа. Он включает в себя и собор. Общая длина сооружения – около 200 метров. Потрясающий пример готической архитектуры. Позже, после заключения договора 1920 года, эта местность была разделена на две части – Маринбург и Маринберт. В противовес условиям договора, граница городов была проложена не посередине реки Вайксель, а по правому берегу. Вайксель для Германии в качестве транспортного сообщения стала практически бесполезной, а для польской страны это был судоходный канал. Германии в качестве транспортного сообщения Единственная немецкая дорога, шириной 4 метра, ведущая к реке, была перекрыта шлагбаумом. Особенно тяжело было Маринбургу, так как треть всех плодородных земель отошла к Маринберду. Это всего лишь предыстория, которую нужно помнить для того, чтобы понять, почему не был сохранен мир после 1919 года. К территории Германии относился также коридор от Гданьска до Старой Пармезании. Эта местность называлась Кульмланд, основными достопримечательностями которой были города Торн и Кульм. Торн был одним из первых городов, построенных рыцарским орденом. В 1233 году Торн совместно с Кульмом пересмотрели магдебургские городские законы и издали свой свод правил, которые потом послужили для большинства орденских городов. Торн был одним из главнейших промежуточных городов в оккультуризации страны. Его называли Королем на Вайкселе. Город, в котором родился известный астроном Николай Коперник. На каменном берегу реки расположился город Кульм. Он стал первой столицей Орденской империи. Культурным символом Кульма была ратуша, построенная по всем канонам архитектуры эпохи Ренессанса. Родом из Кульма был Курт Шумахер, первый председатель партии СПД после Второй мировой войны. Без сомнения, если бы жителям городов Торн и Кульм было дано право решать свою судьбу, они, конечно же, предпочли остаться в составе Германии. Орденские крепости и портовые города достойны отдельного рассказа в другом фильме. Отличительной чертой архитектуры городов Орденской империи были так называемые фахойзы – дома, построенные в необычном стиле. ТОРНЕЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТОРНЕЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТОРНЕЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вокзал в Марьинбурге – важный стратегический пункт, лежит как раз на пути следования поездов Берлин-Кюнигсберг. ТОРНЕЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Совершая путешествие в Кенигсберг, столицу Восточной Пруссии, романтический пейзаж Фришесхаффа, Калининградского залива, остается слева, а Эрмланд – справа. Американские туристы, принимавшие участие в путешествии и съемках этого фильма, комментируют свои впечатления так. Поезд везет нас в Кюнигсберг, через плодородные земли Восточной Пруссии. Ландшафт просто восхитительный. Покрытые солнечными лучами поля дарят богатство этой земле. Темные леса и заливные луга помогают понять, почему пруссы так сильно любят свою родину. Итак, мы пребываем в сердце Восточной Пруссии – Кюнигсберг. Согласно плану проезда того времени, Кюнигсберг удален от Берлина всего на 8 часов езды. На вокзале наши путешественники встречаются с людьми, которые прибыли в Восточную Пруссию по морскому пути. Так как путь из Германии в Восточную Пруссию через Польшу был затруднен, было установлено независимое морское сообщение. Польская таможня выставила условие, что поезда, пересекающие территорию Польши, должны быть опечатаны, а окна плотно занавешены. Через Пилау в морской порт доставлялись в Кюнигсберг беженцы, которые хотели получить немецкое гражданство. Продолжение следует... Продолжение следует...